Инспекция госстандарта региона запретила некоторые виды растительного масла из Российской Федерации. Причина – нарушение требований ГОСТа. Качество подсолнечного масла напрямую зависит от качества семян подсолнечника, условий и сроков их хранения до переработки. Некачественное сырье, устаревшее хранилище и производственные линии, несоблюдение процессов производства являются причинами получения масла низкого качества, которое может быть выдано за высококачественное. Наиболее распространенным видом фальсификации подсолнечного масла, как и в целом растительных масел, является его ассортиментная фальсификация, характеризующаяся пересортицей таких масел или подменой одного вида масла другим. Например, рафинированное дезодорированное подсолнечное масло сорта премиум может быть заменено на масло высшего или первого сорта. А ценные виды масел, к которым относятся подсолнечное, оливковое, кукурузное, рыжиковое, подменяются рапсовым, хлопковым и другими. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, вымороженное высшего сорта кубанская марка, изготовитель кубанская продуктовая компания Российской Федерации. И масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, вымороженное сорта премиум торговой марки советская, изготовитель базис плюс Российской Федерации, не соответствует заявленным сортам. По результатам испытаний борцов указанных масел установлено превышение показателя анизидиновое число, которое характеризует свежесть растительных масел почти в два раза, что является нарушением технических регламентов Таможенного союза и ГОСТ по техническим требованиям по солнечному маслу и свидетельствует о фальсификации продукции. Продолжение следует...